Микрофон и Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Я сегодня по скайпу, поэтому изображения моего не будет. Итак, что наиболее интересное произошло в нашей стране за последнюю неделю? Мы не будем сейчас обсуждать выборы. Я не могу сказать, что они стали знаковым событием. Скорее, знаковым событием стали демонстрации против пенсионной реформы. Но давайте скажем правду в глаза. Пока нет никаких оснований считать, что протесты общественные будут очень сильны. Другое дело, что совершенно непонятно, исчезнут ли они и сойдут на нет через пару-тройку месяцев. Ну, грубо говоря, после того, как закончится процесс голосования в Госдуме. Либо же протест этот будет усиливаться. Вот на самом деле общественное недовольство, оно имеет разные модели. Одна модель, когда государство совершает нечто с точки зрения общества неправильное. И следует резкая реакция общества. Неважно, это могут быть демонстрации, может быть падение рейтинга первых лиц, может быть еще что-нибудь. И дальше неожиданно ба-бах, и все заканчивается. То есть это в чистом виде ответ. Государство совершило что-то неправильное, соответственно, общество отреагировало. Бывает ситуация совершенно другая, когда люди очень медленно усиливают свою неприязнь к некоторым радикальным процессам. И в этом случае государство обязано отреагировать. Причем отреагировать принципиально. Я уже много раз поговорил, что в части пенсионной реформы ключевой момент – это не то, когда люди выйдут на пенсию, сколько они будут получать. Поскольку, в общем, все понимают, что все, что говорит власть, имеет очень слабое отношение к реальности. Это просто будет узнать невозможно. Что будет через 5-10 лет, а пенсионная реформа, она на значительно больший срок запланирована. Люди этого не знают, у них нет информации, и государство этого не знает. Поэтому пока обсуждаются хотелки. И вот здесь мне представляется, что самый главный момент, самые главные события, которые происходили, грубо говоря, за последнюю неделю – это не те события, которые были у нас, а те, которые были по отношению к нам. Речь идет о разного рода наездах на Россию. Начиная от попыток придать украинской православной церкви автокефалию, то есть независимость от Москвы, и заканчивая очередным раундом истории со Скрипалями. Я не буду сейчас разбирать эти истории. Ну, во-первых, я не бог весь какой знаток системы отношений между православными церквями. Я не большой знаток разного рода шпионских и уголовных историй, и по этой причине я уж тут предоставлю слово профессионалу. Но одну вещь, очень важную, которая на самом деле самая главная, вот ее сказать стоит. Что это за вещь? Дело в том, что, собственно говоря, по этой же причине я, в общем, не очень волнуюсь по поводу пенсионной реформы. Дело в том, что вся та система экономическая, политическая, в которую мы вписаны в мире, и которая индуцирует в том числе экономическую модель российскую, то есть мы же не просто так живем, мы живем в долларовом мире. И, соответственно, ту же пенсионную реформу нам написал МВФ, и это, в общем, общеизвестно. Так вот, вся эта модель, скорее всего, в ближайшее время потерпит радикальные изменения. А радикальные изменения – это очень важная вещь. Это означает, что обсуждать сегодня, что пенсионную реформу, что, соответственно, взаимодействие церквей, и даже, в общем, реакцию о Британии на дело Скрипалей, будет бессмысленным. Ну, хотя бы потому, что сегодня в Британии у власти находится та же политическая группировка, которая поддерживает международных финансистов, которая поддерживает МВФ. Она не очень одобряет выход Великобритании, то есть Брекзит – это не то место, которое поддерживает существенную часть британской элиты, а британская элита раскол, так же, как и в элите Соединенных Штатов Америки. Но самое главное, что этот раскол вызван объективными обстоятельствами. И наличие этих объективных обстоятельств неминуемо изменит всю картину мира, не только экономическую, но и политическую. И по этой причине обсуждать всерьез, какие ресурсы могут быть брошены на пенсионную реформу, сколько может быть денег, как это все будет устроено, я считаю, достаточно бессмысленным. Но это примерно то же самое, что обсуждать где-нибудь году в 89-м, 90-м те планы среднесрочные и долгосрочные развития СССР, которые принимались в середине 80-х. Я напомню, что планы были до 2000-го года. То есть были проекты, уже планировалось финансирование. Это была тяжелая и серьезная работа. Под нее был сделан специальный институт, институт народно-хозяйственного прогнозирования. То есть была сделана попытка от пятилетнего планирования и отдельных длинных программ перейти к системному долгосрочному планированию. А работа была сделана. А чем она закончилась в 91-м году, мы знаем. Все советские стройки прекратили свое существование. Вот это вот проблема, с которой сегодня сталкивается мир снова. И нужно прежде всего объяснить, почему. Да, я это уже много раз объяснял, но тем не менее это то место, которое не грех повторить еще много раз. Современная модель экономического развития появилась в 1914 году с созданием Федеральной резервной системы США. То есть частного института, который обеспечивал поддержку банковской системы, через неконтролируемую государством эмиссию денег. В 1944 году была создана Бреттон-Вудская модель, которая в 91-м году стала доминирующей. Эта модель поддерживала расширение сферы оборота доллара и тем самым стимулирование экономики через эмиссию сначала в западной мире, а потом, как я уже говорил, в 91-м году по всему миру. Эта модель была построена на том, что печатались доллары. И эти доллары некоторым сложным образом перераспределялись в экономике, но, как естественно, следовало бы ожидать, а большая часть этих денег оседала именно в финансовой системе. Под это имеются абсолютно объективные статистические данные. Так, до 1939 года, то есть до начала Второй мировой войны, когда еще доллар был привязан к золоту, а доля финансового сектора в перераспределении прибыли, которая образуется в американской экономике, составляла 5%. Это нормальная посредническая цифра. То есть они брали себе 5%. После 1944 года, когда началась эмиссия, пока за пределы США, под расширение сферы оборота доллара в мире, уже к концу 40-х, эта цифра выросла до 10%. К началу 70-х, к началу кризиса 70-х, 25%. А к кризису 2008 года эта цифра выросла до 70%. Отдайте по себе отчет. 70% всей прибыли, которая образуется в американской экономике, получает финансовый сектор. Это происходит ровно потому, что он контролирует финансовую систему и механизм получения прибыли. Как этот механизм устроен с точки зрения чисто хозяйственной? А очень просто. Дело в том, что сегодня производителю совершенно неважно, хочет кто-нибудь купить его товар или не хочет. Важно только одно. Даст ли этому потенциальному покупателю кто-нибудь кредит на покупку этого товара? То есть, иными словами, вся модель выстроена на том, что экономика работает не за счет собственных средств предприятий или собственных средств людей. Она работает исключительно за счет кредитования. Чтобы было понятно, с 1981 года, когда в эту систему были вовлечены и граждане, то есть домохозяйства, до 2008 года средний долг американского домохозяйства по сравнению с его реально располагаемыми доходами вырос примерно с 60-65%. И прикиньте для себя, вот если у вас долг 60% от вашего годового дохода, можете вы его обслуживать, если вам надо платить 3-5%. 3-5%, пускай 5% от 60, это, значит, 1,20, 3% от годового дохода. То есть, вы должны отдавать как плату 3% от годового дохода. Это терпимая сумма. А теперь представьте себе, что у вас не 60%, а как сейчас 120. То есть, вы должны уже отдавать не 3%, а вы должны отдавать 6-7%. Это уже сильно больше. Как показывает жизненный опыт, цифра 60-65% долга от годового дохода, это максимальная сумма, которую можно тратить без существенного понижения жизненного уровня. То есть, если больше 60-65%, то вам в любом случае приходится то, что у нас называется перезанимать. А на Западе называется рефинансировать. То есть, вам нужно брать новые кредиты для того, чтобы возвращать старую. Это крайне неприятная ситуация. И ее желательно избежать. Соединенные Штаты Америки в такой ситуации находятся уже достаточно давно. Потому что, еще раз повторю, к 2008 году долг домохозяйств подскочил до 130%. Он чуть-чуть упал после кризиса, но ниже 120 уже не опускается. Отметим, кстати, что в этой ситуации совершенно категорически нельзя поднимать стоимость кредита. Потому что, если сегодня стоимость кредита под 2%, плюс 2-3% еще идет, а это, собственно, вот надбавка, банковская прибыль, то в результате люди платят 5%. То есть, они в реальности платят 6-7% от своего годового дохода. Но если ставку поднять до 5%, то эта цифра вырастает уже где-то до 8%. А 8% это уже совсем много и столько люди платить не смогут точно. То есть, иными словами, если поднимать ставку, это неминуемо вызовет массовое банкротство домохозяйств. То есть, разрушение финансовой системы. И, собственно говоря, спор между руководителем ФРС сегодня и президентом Соединенных Штатов Америки именно в этом. Президент Соединенных Штатов Америки Трамп говорит о том, что надо ставку не повышать, а лучше даже снова ее опустить. Почему? Потому что он хочет восстановления внутреннего производства. А для того, чтобы внутреннее производство можно было восстановить, необходимо, чтобы был частный спрос. А если вы начинаете повышать ставку, то люди свободные деньги начинают тратить исключительно на возврат кредита. И в результате у вас спрос резко падает. Тут нужно учесть еще одно обстоятельство. Дело в том, что люди, когда они получают заработную плату, то большая часть денег идет на вещи абсолютно необходимые. Условно говоря, они платят за еду, они платят страховые платежи, они платят разного рода ЖКХ и прочие обязательные траты. И в общем на свободные траты им остается достаточно мало денег. и по этой причине увеличение процентной ставки снижает возможности покупательные очень сильно. Ну, потому что человек не может не есть. Человек не может не платить медицинскую страховку, если он находится в некоторой общественной страте. Потому что как только он теряет медицинскую страховку, то у него немедленно начинается целая куча других проблем. А вот так, чтобы пойти в субботу в магазин и купить что-нибудь, вот таких денег на самом деле свободных средств. И если повышать ставку, то эти свободные средства довольно быстро улетучиваются. И по этой причине идет очень острый конфликт между руководством ФРС и Трампом. Так вот, возвращаясь к базовой теме, о которой я поговорил. А начиная где-то с 2000-х годов, после того, как Запад утилизировал те активы, которые он получил в результате распада СССР, неожиданно обнаружилось, что дальнейшая печать денег, эмиссия доллара, больше экономического роста не вызывает. То есть, иными словами, модель развития, которую придумали в 1914-м году и запустили в два этапа, сначала в 1944-м году с принятием Бреттенвудских соглашений, а потом в 1981-м году подключив туда домохозяйство, эта модель больше не работает. А альтернативной модели нет. При этом нужно понимать, что если вы получаете 70% прибыли, которые образуются в экономике, то значительная часть этих денег выпускаете на то, чтобы вырастить большое количество людей, которые будут поддерживать эту систему. И выросло колоссальное количество экономистов, колоссальное количество политиков, колоссальное количество журналистов, колоссальное количество, я не боюсь этого слова, правозащитников, которые занимаются одним единственным делом, защищают вот эту вот Бреттенвудскую систему. Для чего используются разные механизмы, ну, начиная от защиты либеральных ценностей, кончая бомбежками тех, кто не согласен. А эта система сама по себе требует колоссальных денег. Ну, просто прикиньте, сколько нужно платить либеральным правозащитникам, чтобы они вот так вот с пеной защищали одних и не защищали других. Чтобы они видели одно и не видели другое. А вы представляете, сколько денег нужно давать разного рода зеленым, которые рассуждают о том, как меняется климат под воздействием человека, хотя никаких доказательств этого нет. Ну, и так далее, и тому подобное. Я уж не буду повторяться, мы это обсуждали очень-очень-очень много раз. Вот эта вот система, она требует совершенно колоссальных ресурсов, а денег больше нет. Была надежда, что если произойдет кризис и долги удастся списать, то можно будет эту систему, так сказать, начать заново. Но проблема в том, что в Соединенных Штатах Америки президентом стал Трамп, который олицетворяет другую модель, альтернативную, которая состоит в том, что надо не печатать деньги под финансовые активы и, соответственно, перераспределение всего и вся в пользу финансистов, а наоборот производить товары, их покупать и продавать на относительно свободных рынков. Получится у Трампа, не получится, это отдельная тема, я на эту тему, наверное, сегодня во второй части скажу, но в любом случае, если произойдет кризис, то Трамп деньги на это безобразие не отпустит. Он не будет поддерживать финансовые институты и финансовые институты рухнут под тяжестью долгов и обязательных платежей всем тем группам поддержки, которые сейчас и занимаются борьбой в том числе с Трампом. По этой причине главные бенефицары всей этой системы реальные владельцы крупнейших банков, имена которых мы не знаем, поскольку они скрываются за анонимными и засекреченными данными, кто является бенефициарами фонда Vanguard или еще у кого-то. Так вот, а эти люди начинают понимать, что в ближайшее время, ближайшее это значит не 10 лет, а в ближайшее может быть год-два, придется радикально менять модель, придется радикально очищать систему и придется резко сокращать расходы на разного рода жуликов и прохвостов, в том числе тех, которые поддерживают существующую систему. Отметим, что только в нашей стране это мощнейшие элитные группировки либерального толка. Это все олигархи 90-х годов, это команда Гайдара Чубайса, которая сегодня контролирует правительство и Центральный банк, это семейная группа, в которой как раз в основном олигархи 90-х и так далее и тому подобное. Вот, а все эти люди начинают понимать, что возможно уже через год, через два придется, во-первых, расстаться со значительной частью богатства, которое они накопили, а во-вторых, может быть, придется отвечать заранее сделанные, ну, кто-то скажет ошибки, а кто-то скажет преступления. Мы все прекрасно понимаем, что у любого уважающего себя банкира в шкафах такое количество скелетов, что их там не разобрать много лет. Просто берешь любого и сразу можно открывать уголовное дело. Ну, а как вы понимаете, когда у человека уже набралось приговоров на полторы тысячи лет, то есть ли у него еще какое-то преступление или нет, уже никому не интересно. Так вот, основная причина, по которой так усилилось давления на Россию, состоит в том, что всем этим людям необходимо найти козла отпущения. Они должны иметь возможность показать пальцем, это не мы, это они, что их сажать не будут, уголовных процессов не будет, и даже гражданских процессов не будет. Они должны иметь возможность сослаться на форс-мажорные обстоятельства и, соответственно, тихо, мирно уехать на свои виллы и доживать там свой век. Да, у них не будет власти, но у них останется хотя бы часть богатства. и они очень рассчитывают, что у них это получится. Так вот, все давление на Россию связано с одним единственным обстоятельством. Козлом отпущения выбраны мы. И с этим надо смириться. А о деталях я расскажу после перерыва на новости. Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хайзин продолжает передачу. Мы говорили о том, что с точки зрения Запада, а точнее сказать западного глобального проекта, то есть той группы мировой элиты, которая стоит за банкирами, за финансистами и которая мощь которой проистекала от контроля над эмиссией доллара, они в качестве козла отпущения, то есть той силы, которой будет предъявлено обвинение в разрушении существующей модели практически неизбежной, выбрали Россию. Почему они выбрали Россию? Это тема отдельная. На самом деле, если мы посмотрим за последние 10 лет, что они делали, то мы увидим, что несколько было вариантов, кого они выберут. Под это пытались подвести исламских террористов в начале Аль-Каида, а потом ИГИЛ, это было еще до кризиса 2008 года, напомню, как агрессивно Буш-младший воевал с Аль-Каидой и Ирак, и Афганистан, причем напомню, это была именно агрессия, поскольку решения ООН не было об операции. А дальше соответственно были попытки вывести Китай на место главного врага, но тут тоже начались проблемы, потому что Китай себя вел крайне аккуратно, а чисто экономические споры под враждебную линию подвести сложно, поскольку все прекрасно понимали, что это же чистый бизнес, никакой идеологии. И только Россия оказалась наиболее удобной, особенно после того, как Путин начал постепенно возвращать России тот статус, который в общем она должна была бы получить по тем договоренностям, которые произошли в начале 90-х с разрушением СССР и которые Запад в общем довольно жестко нарушил. Причем то, что эти нарушения были, об этом в начале говорил только Путин, но не так давно, где-то полгода об этом впервые сказал слух лидер западного государства, это был Макрон, который в интервью сказал, ну да, мы должны признать, что мы нарушили те обязательства, которые мы взяли перед СССР Россией в начале 90-х. И в этом смысле Путин в своем праве, то есть он имел право сказать, что не так все, вывели себя неправильно. Однако сегодня совершенно непринципиально почему этот выбор был сделан. Важно, что он сделан. И по этой причине любые попытки договориться с Западом на тех правилах, которые действуют сегодня, бессмысленны. если вы посмотрите на политику Великобритании, то у нее она укладывается в четкую и понятную логику. Логика это следующее. Россия это преступник, с которым нельзя иметь дело. Мы все время предъявляем им претензии, что они не хотят с нами общаться. Мы им говорим, ребята, вы украли гражданина России. Дочь Скрипаля. Это хищение. Вы похитили человека. Где он? Ответа нет. Нам говорят, значит, мы говорим, мы готовы сотрудничать с Британией, пускай она сделает официальный запрос. Что она хочет? Со стороны Великобритании, как понятно, ответа нет. Ответ следующий, поскольку Россия не собирается исполнять наши запросы, мы их делать не будем. То есть иными словами, они выбрали логику превращения нас в изгоя. И эта логика в общем у тех же Соединенных Штатов Америки, они тоже ведут эту линию. Что мы страна, которая, они еще пока не приняли это решение, но уже готовы, которая поддерживает терроризм и все остальное. И после того, как решение будет принято, мы автоматически вылетаем из большого количества разных международных структур. И у нас начинаются дикие совершенно проблемы. Возникает вопрос, почему мы идем фактически на поводу у Запада. Причин тут две. Первая. мы живем в этом западном мире. У нас нету никаких альтернативных моделей. И мы пытаемся защищаться их методом. Это глупо. Понимаете, невозможно обращаться в суд для защиты от безобразия, которое над тобой творят. Если этот суд является частью той системы, которая творит безобразие. Ну вот это примерно то же самое, как мы пытались в рамках западных процедур бороться с западными наездами по допингу. Что говорят Соединенные Штаты Америки? Мы, поскольку Великобритания является нашим союзником, мы признаем их доказательства. Мы говорим, ребята, это бред, это не доказательство, это чушь какая-то, что за, ну что за детский сад? Они в ответ на это говорят, вы не понимаете, мы их признали. Мы исходим из того, что вот это правда, что вы отравили скрипалей, а теперь соответственно вы должны доказать, что вы этого больше делать не будете. Мы говорим, это чушь, мы их не травили. Вы не поняли. В соответствии с нашими правилами и нашими процедурами, вы уже отравили скрипалей. и нам не важно, что было на самом деле. Если суд принял решение, что вы виноваты, то вы не можете идти кандидаты в депутаты. Ну, невозможно это. И по этой причине единственная возможность потребовать, чтобы суд отменил свой решение. А суд его не отменяет. мы же не можем ошибаться, это невозможно. Все. Вот по этой причине бессмысленно. Нет, конечно же, это не значит, что не нужно отбиваться вон, что не нужно по этому поводу делать хресткие заявления и все остальное одно другому не мешает. Возникает вопрос, почему же мы так себя ведем? А очень просто, потому что та часть нашей элиты, которая поддерживает Запад в этом деле, она отчаянным образом не дает нам возможности использовать альтернативные методы. Почему я так много и долго говорил про Трампа? Причем я это говорил еще давно, когда я только весной 16-го года объявил, что я пойду на выборы в Госдуму. Не потому, что я очень хотел стать депутатом, а потому, что я понимал, что единственный наш шанс отбиться от этого наезда, который тогда, хотя еще и не начался, но уже формировался, это начать играть в альтернативную западную модель построения мира. да, конечно, одни мы не можем бороться с этой моделью, ей уже больше 100 лет, ну уж по крайней мере, если считать с 44-го года, то 80 лет. Эта модель очень устойчивая, в неколоссальное количество денег, в неколоссальное количество уже многопоколений эшелонированных ее защитников и так далее, и тому подобное. Но дело в том, что произошло еще одно замечательное событие. Альтернативная модель появилась уже сама. Минуя нас в Соединенных Штатах Америки, к власти пришел представитель альтернативной группы, это Трамп. Он сам делает больше, чем мы могли бы сделать всей страной. Это не значит, что мы должны к нему присоединяться. Но это по крайней мере означает, что мы должны ориентироваться на эту модель. То есть мы должны предъявлять миру альтернативную западу модель. Не бороться, не пытаться защититься в рамках западных схем. Еще раз повторяю, запад принял решение. мы козел отпущение. Когда грянет кризис, мы будем обвинены в том, что это мы его устроили. К этому все готово. Ну как же, смотрите, скрипали, отравили, допинг подливали, выборы в Соединенных Штатах Америки фальсифицировали, выборы там еще где-то сфальсифицировали, протестуем против автокефалии Украинской Православной Церкви, ну и дальше там соответственно несчастных в Сирии бомбим. Полный набор. Мы ведь будем виноваты. Невозможно в рамках западной модели объяснить, что мы не виноваты. Нет, можно, конечно, предъявлять фактуру, и это нужно делать, потому что потом, когда западная система рухнет, чтобы нам было что предъявлять, чтобы предъявлять суд, требовать компенсации и так далее. Это мы сегодня не можем обращаться в британский суд с компенсацией, и не можем обращаться в какой-то другой суд, потому что все суды находятся под контролем единой мировой финансовой элиты. А вот соответственно через пять лет у меня уже нет такой уверенности, поэтому все материалы нужно покопить. вы фальсифицировали доказательства, вы ничего не сделали, будьте любезны, мы понесли ущерб такой-то из-за ваших санкций, там 80 миллиардов долларов, будьте любезны, выплатить нам эти 80 миллиардов, нет, мы будем конфисковывать ваши товары по всему миру, сейчас это невозможно, через пять лет это может быть возможно, но главным инструментом борьбы является поддержка и пропаганда альтернативных моделей построения мира. Наша альтернативная модель это евразийское экономическое пространство и мы все время должны говорить одно и то же. Есть наше евразийское пространство, мы его будем строить, мы будем строить днем экономическую конструкцию, мы будем от имени евразийского пространства договариваться с миром, в том числе с Соединенными Штатами Америки, в том числе Западной Европой и при этом обращаю внимание, мы должны говорить той же Германии, той же Франции и еще кому-то, кто хочет с нами говорить, ребята, если вы поддержали вот эту вот британскую ложь, то тогда соответственно вам придется расплачиваться вместе с ними. Вы это хотите и нет, тогда будьте любезны, официально ее опровергните. Обращаю внимание, кстати, что континентальная Европа, Германия в том числе, к Скайполям относится крайне скептически, по банальной причине. И мы это тоже знали, потому что в деле Литвиненко, когда информация пришла из Британии в Германию, то в Германии быстро поняли, что это официальная британская версия о том, что это Россия отравила полония Литвиненко, скорее всего, реальности не соответствует. Скорее всего, уши тут торчат тогда еще живого Березонского. Я склонен считать, что, собственно, именно по этой причине он и покинул сей бренный мир, поскольку от многих знаний многие печали. вот это главная и ключевая проблема нашей жизни, что мы идем, так сказать, мы идем за событиями, а мы должны их опережать. И если мы их начнем опережать, если мы начнем менять модель взаимоотношения с внешним миром, то в этом случае может оказаться, что даже Британия быстро пойдет на попятник, потому что раскол и в британской элите, и в американской элите только углубляется, схватка усиливается и в общем все там понимают, что по итогам этих разборок все-таки отвечать придется. И если в рамках западного подхода можно сделать нас козлами отпущения, то в рамках новой модели нас сделать козлами отпущения нельзя. Почему? Потому что мы в ней не будем. Мы будем другими. Грубо говоря, либеральная Россия, которую Запад делает козлом отпущения, должна исчезнуть. Вот мы за 27 лет ее существования обнаружили, что негатива от этого выше крыши, а позитива был короткий позитив в 2000-е годы, когда были высокие цены на ней. Очень короткие, буквально три-четыре года. Все. Все остальное время один сплошной негатив. При этом, правда, надо учесть, что позитив был для конкретных персонажей, а именно Гайдара Чубайсовской элитной группировки и семейной группировки. Да, вот у них все хорошо, но при этом нужно понимать, что и они тоже сохраниться не сумеют. Почему? Потому что в Британии сказали уже прямым текстом, что ребята, поскольку Россия будет козлом отпущения, то вы, как выходцы из России, даже если вы живете уже здесь, тоже станете козлом отпущения. И приоритет вот этой вот темы, что вы отвечаете за будущий кризис, он безусловно важнее всей вашей антироссийской и русофобской работы, которую вы вели в 90-е и 2000-е годы. Да, вы нам помогли, вы разрушили СССР еще чего-то, но мы с вами за это расплатились. А теперь вы снова станете жертвами. Ну так, ну что делать? Да ничего личного, только бизнес. Вот почему наших олигархов в Лондоне сейчас будут очень сильно поддавить. Не потому, что они что-то сделали неправильно, не потому, что они оказались как бы не совсем верными исполнителями западной воли. Нет, они все делали как надо и были абсолютно верными исполнителями. Но проблема состоит в том, что они понадобились как еще, как и ответственные за российское вредительство. Они говорят, ну как же, мы же ваши, мы же буржуинские, вы же нам дали там 100 бочек варенья и 500 пачек печенья. Мы же ваши. Говорят, ребята, ну какие же вы наши? наши у нас тут живут с детства. Их отцы жили, и деды, и прадеды. А вы вышли из России, вы скинули Путин, не скинули, вы соответственно подрывали выборы в США. Да это же не вы, ну как это не вы, это же за счет ваших денег, вы же контролируете фактически все бюджетные потоки. Как так получается, что вот эти вот самые коварные русские хакеры фальсифицировали выборы. Да нету никаких русских хакеров, кричат наши олигархи в Лондоне. Глупости это все. Говорят, ребят, ну вы что? Вы подрываете основы нашей западной пропаганды? Вы же сами видите, вы сами совершаете неправильные поступки. Вот за это мы вас за неправильные поступки и побьем. Возвращаясь к базовой линии, нам категорически необходимо ликвидировать все институты, все элитные группы и прочие разные структурные элементы вот этой вот либеральной России в 90-х начала 2000-х годов. Они как бы создавались в это время, а потом они уже действовали. Потому что до тех пор, пока они существуют, отбиться вот от этой вот атаки невозможно. Нам все время будут говорить, что ребята, вы неправы, потому что уж коли вы живете в нашем мире, то мы определяем, кто у нас виноват. Ну, это когда в семье большой есть там свои дети, а вот какой-то приблудыш взялся, то ли дальний родственник, то ли еще чего-то, вот он всегда оказывается в критической ситуации виноват, потому что как пришел, так его и выкинуть можно в конце концов. Так и тут. Ну да, они жили без нас, да, они воевали с СССР, но либеральной России не было, потом либеральная Россия появилась. Вроде бы удобно и полезно, но сегодня уже пользы от нее никакой, а вреда нету. Значит, надо ее использовать максимальным образом. Как использовать? Вот соответственно изобразить, что это из ЧАДиада и свалить на нее все проблемы. Да, мы прекрасно понимаем, что это происходит, потому что они не хотят нести ответственность за те преступления, которые они совершили. Но разговаривать с ними об этих преступлениях невозможно. Они не захотят с нами разговаривать о своих преступлениях. и будут кричать только одно «держи вора», показывая в нашу сторону. И по этой причине все те люди, которые хотят продолжать с ними общение, они должны быть из нашей власти, из нашего истеблишмента ликвидированы. Не в смысле физически ликвидированы, а в смысле убраны. Пускай что хотят, то и делают. Хотят в Лондон едут. Они правда уже не поедут, потому что они уже все поняли. Но какой смысл? Да, у нас руководитель Центробанка едет в Вашингтон и отчитывается. И говорит, что вот вы, дорогие товарищи, велели мне девальвировать рубль. Я его девальвировал. В результате цены в магазинах выросли на 15-20 процентов и, как следствие, нелюбовь народа к Путину выросла. Я молодец. Вы мне велели не допустить, чтобы иностранные инвестиции шли в Россию. И мы так изменили внутренние инструкции наших банков, что даже те, кто получил инвестиции на Западе под свой бизнес, не могут их ввести в Россию. Вы, соответственно, запретили мне кредитовать рублем российскую промышленность. Докладываю. Мы приняли соответствующее решение. Теперь банки, реальный сектор не кредитуют. А если кредитуют, то условия такие, что банкам выгоднее, а не чтобы ему вернули этот кредит, а чтобы, наоборот, кредит не возвращался, потому что заложенные активы по цене существенно превышают ту прибыль, которую банк может получить от возврата кредита. То есть центральный банк целенаправленно создал систему, при которой рейдерские захваты становятся чуть ли не главным бизнесом нашей банковской системы. Вот это ситуация, в которой мы живем. Ну и зачем нам спрашивается это все нужно? И при этом соответственно Набиулина своим появлением там демонстрирует, что Россия все-таки часть западного мира. А если она часть западного мира, то по этой причине ее можно бить в рамках западных процедур. А если мы скажем, что мы не являемся частью западного мира, ребята, это ваши заморочки, это ваши выборы, если вы так устроили выборы, что какие-то хакеры могут что-то сделать, мы здесь ни при чем, мы другие. У нас другая модель, вот мы думаем о том, как мы будем жить через 8-10 лет в другом мире с нашим евразийским партнерством. У нас будет другая экономическая модель, у нас будет другая финансовая модель, и вы нам вообще неинтересны. Я могу вас увидеть, поведение очень сильно изменится, и при этом, соответственно, когда они будут орать, а вы отравили скрипаля, мы на это вполне резонно будем говорить, ребят, мы вообще не понимаем, о чем это третий. Это ваша территория, кто там к вам приехал, вы сами с ними не разбираетесь. Не хотите, чтобы наши люди прижили? Не будем, не хотите выдавать вес, нам не надо. Будем, соответственно, жить, как мы жили в 30-е годы, когда весь обмен человеческий был в том, что было 20 дипломатов с одной стороны и 20 дипломатов с другой. Все остальные представители СССР, которые были в Англии и представители Англии, которые появлялись в СССР, это были враги и шпионы. Это не мы придумали, это они придумали. Только надо из этого исходить. Договориться уже не получится с этим западным миром, но он уже все равно рассыпается. Посмотрите на Трампа. А вот так не нужно подставляться. Вот это вот ключевая проблема, с которой мы сегодня столкнулись. Запад уже эту систему развернул по полной программе давления на нас. Да, это неприятно, да, это как бы обидно, там еще чего-то, но я на самом деле ничего страшного в этом не вижу, потому что в 30-е годы, а я тем более в 20-е годы прошлого века нам было куда сложнее и куда тяжелее. Но тогда мы вполне себе справились ровно потому, что мы говорили, что мы строим новый мир. Мы не хотим повторять Запад, и по этой причине вот это западное давление нам особо не интересно. Вот это вот есть базовая ситуация, с которой мы сегодня столкнулись, и мы должны к этому быть и морально, и как бы и по-всякому готовы. Ну а если кому что не нравится, ну что мы можем сделать, да, ну не нравится и не нравится. Ну, собственно, на этом время нашей передачи подошло к концу, у микрофона был Михаил Хазин, благодарю за внимание, до свидания.